Занятие в Академии ведет врач-косметолог Анастасия Владимировна Быкова. Тема нашего сегодняшнего занятия – восстановление молодости кожи шеи, декольте и кистей рук. Что же является показателем возраста у женщины? Безусловно, каждая женщина ухаживает за своим лицом, но всегда забывает о коже шеи, а уж тем более о коже рук и коже декольте. Что же происходит с возрастом с кожей шеи? Происходят следующие вещи. Кожа отслаивается от мышцы, которая покрывает шею. В связи с этим наблюдается дряблость. Вот как мы видим здесь дряблость кожи. Появляются так называемые горизонтальные морщины и вертикальные морщины шеи. Возрастные изменения с шеей происходят уже с возраста 30 лет. Мы можем ощущать эти изменения тактильно. Когда наносим крем, мы ощущаем, что кожа уже не та. Как будто бы она стала мягче, как будто бы появилась небольшая дряблость. И это говорит нам о том, что уже в этом возрасте нужно подумать о том, чтобы какие-то процедуры подключить для того, чтобы шея дальше не старела. При старении кожи кистей рук происходит следующее. Так как руки больше всего подвержены солнечному воздействию, появляются коричневые пятна или по-другому это старческие пятна. На медицинском языке это лентиго. Вы часто видите это у окружающих нас, женщин и мужчин. Кожа истончается, становятся более заметны вены и сухожилия. Старение рук женщина может заметить в возрасте также уже 30 лет, когда кожа становится как будто бы сухой, более тонкой, когда появляются первые морщинки на косточках пальцев. И это тоже говорит о том, что пора заняться руками. В настоящее время косметология может предложить достаточно много методов для того, чтобы бороться со старением кистей рук, джей и декольте. И это такие методики, как инъекционные методики, это такие методики, как аппаратные, например, лазерные методы воздействия, ну а также уходовые процедуры, уход в домашних условиях за кожей. Суть методики увлажнения глубокого с помощью биоревитализации, биорепарации, это наполнить, заполнить морщинки и увлажнить кожу. Как же можно защитить кожу рук, шеи и декольте в домашних условиях? В нашем арсенале очень много средств. Это крем дневной и ночной. Дневной должен обязательно содержать СПФ, а лучше, если крем с СПФ будет отдельным, и будет СПФ в летнее время 50, а в зимнее достаточно 30. А также домой можно приобрести пилинг для домашнего ухода, это, например, гликолевый пилинг, или крем очень активный, крем на зиму подходящий, будет крем с ретинолом. И таким образом, осуществляя пилинг в химических домашних условиях, можно добиться как раз-таки тому, что кожа станет мягче и более латкой. Курс омоложения всегда подбирается индивидуально, но в среднем кратность составляет 1 раз в полгода, то есть 2 раза в год мы рекомендуем посещать врача-косметолога для того, чтобы проводить процедуру с шеей, декольте и кистями рук. А домашний уход должен быть ежедневно, он должен быть систематическим. И не забывайте, пожалуйста, о солнцезащитном средстве. Продолжение следует...